Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Продолжаю еженедельные ролики про ток, я инвестирую и делюсь более чем 20-летним опытом инвестора, который таки достиг уже финансовой независимости с помощью инвестиций. Новость имитентов сегодня, риски, перспективы компаний, мои покупки и так далее. Ну вот, в частности, Сбер, Мосбиржа, Россети, ВТБ, АФК-система, ОФЗ и тому подобное. Начну со Сбера. В конце прошедшей недели появилась интересная новость про возможный выкуп акций у нерезидентов. Ведь не секрет, что традиционно в Сберии нерезидентов было довольно-таки много. Сколько их сейчас там заперто, неизвестно. В любом случае, обратный выкуп и тем более с большим дисконтом – это позитив для банка. Поэтому котировки акций банка заметно оживились после такой новости. Однако для инвесторов гораздо интереснее дивиденды. Может получиться так, что именно дивиденды или их немалая часть могли бы пойти на такой вот обратный выкуп. Пока непонятно, за счет чего будет осуществляться этот выкуп, если он, конечно же, произойдет. Ну вот, по последней информации, данный вопрос точно не решен. И вероятность осуществления такого корпоративного действия пока остается совершенно небольшой. Я Сбер сейчас не накапливаю. В основном из-за цены. Ну и, конечно же, из-за того, что эта бумага у меня уже есть в достаточном объеме. При этом акция вполне уверенная, мультипликаторы хорошие и указывают на небольшую недооцененность, которая, скорее всего, нивелируется процессами, связанными с ростом ключевой ставки ЦБРФ и снижением спроса на ипотеку, ну и на другие кредиты в достаточном близком будущем. Далее, пара слов про многолетние соревнования брокерских счетов на моем канале. И затем продолжу по новостям эмитентов и покупкам. Итак, вот в этой публикации от 5 мая в Телеграме я подробно рассказал про суть соревновательных счетов и, в частности, про оранжевое инвестирование. Прочитайте этот информационный пост в Телеграме для лучшего понимания. А вот это, вот это брокерский счет того самого оранжевого инвестирования. Здесь присутствуют зависшие фонды и сюда я продолжаю регулярно покупать российские активы. Фонды, акции, облигации. Далее видим счет Инвестклуба на закрытом канале в Телеграме. На него я покупаю на странные акции в долларах США и в гонконгских долларах. Оба этих брокерских счета соревнуются. Условия соревнования одинаковые. Регулярно пополняю каждый из них на 10 тысяч рублей в неделю и покупаю активы. Кстати, обращу ваше внимание, что сумма и доходность на счете оранжевого инвестирования сильно снизились за последние две недели. В основном это было связано с возобновлением торгов некоторыми ранее заблокированными фондами. Они сейчас торгуются с большим дисконтом, нерыночным. И этот факт сильно повлиял на общую сумму и доходность. Кстати, вот в этой публикации в Телеграме я рассказывал подробно, что произошло и что я буду делать в связи с произошедшим. Соревнование счетов началось у меня несколько лет назад. Кстати, примерно год назад оранжевое инвестирование обгоняло по сумме счета Инвестклуба. Из-за курса доллара в основном это длилось больше одного месяца, несколько недель по памяти. Можно проверить по роликам того времени. Их легко найти на канале. Так, далее. Продолжаю по новостям компаний, входящих в мой инвестиционный портфель. Мосбиржа. Компания обновила свою дивидендную политику. Раньше платили не менее 60% от чистой прибыли. Теперь будет не менее 50%. Изменения такие вот приняты на 5 лет. Выплата один раз в год. Да, но при благоприятных обстоятельствах может быть и чаще. Корректировка payout ratio с 60 до 50% это слегка неприятная новость. Именно слегка и именно всего лишь неприятная. У Мосбиржи сейчас все хорошо, достаточно. Остается перспектива расширения бизнеса, но и риски полностью не пропали. Давайте не будем забывать о остановке торгов в прошлом году. И точно не стоит думать, что ушли риски блокировок недружественных валют. Я политик все еще в зоне существенной неопределенности. Ну, пока от этого не уйти. В общем, позитива хватает, но про возможный негатив забывать не рекомендую. Акции Мосбиржи уже сильно выросли, и я сравнительно давно перестал накапливать эту бумагу. Пока взобновлять покупки Мосбиржи не планируем. Мне хватает купленного ранее. Продолжаем. Сначала напомню, что в моем основном бесплатном телеграм-канале регулярно выходят посты с содержанием, которое не подходит по формату для видео. Важно это публикация, как правило. Вы их можете прочесть только там. Например, вот эта публикация из последних. Кстати, если захотите подписаться на этот канал в телеграме, то подписывайтесь осторожно и только по моей ссылке, чтобы не стать жертвой мошенников. Далее. Рост сети. Акции слегка подросли на фоне того, что компания раскрыла свои финансовые результаты и показала прибыль. Сам факт выхода отчетности – это позитив. Тем не менее, напомню, что у компании не слабая инвестиционная программа – Капекс. На нее будут уходить деньги и на ней компания сосредоточится в ближайшие годы. Дивидендов пока не будет, а будет высокая долговая нагрузка. Ожидалось, что рост сети после консолидации сетевых компаний станет хорошей дивидендной акцией. Во всяком случае, такое мнение преобладало накануне консолидации. Но пока этому не суждено было сбыться. В более отдаленном будущем вполне возможно. Посмотрим. Среди сетей перспективы у акций и рост сетей, видимо, пока останутся невнятные. В принципе, мне нравится электроэнергетический сектор в своей дальней перспективе, как и источник энергии. Я уже об этом говорил. И распределительные сети тоже, скорее всего, останутся востребованными. Но ясности по будущей конфигурации электроэнергетического рынка распределения электроэнергии сейчас точно мало. Поэтому уже давно не накапливаю эту позицию, наблюдая за процессами в отрасли. Внимательно, естественно. Далее. Перед блоком о покупках я запланировал еще сказать несколько слов про ВТБ. ВТБ показал финансовые результаты по МСФО за 8 месяцев, 23-го, соответственно, года. Снова зафиксирована неплохая прибыль при вполне хорошей рентабельности капитала. Растет кредитный портфель. В этот раз также был повышен прогноз по прибыли на весь 2023 год до 420 миллиардов рублей. В общем, показатели вышли преимущественно хорошие, как и ожидалось. Акции ВТБ будут расти на хороших новостях, на отчетах СБЕРа, на собственных отчетах, если будет присутствовать общая позитивная повестка. Акции ВТБ будут пытаться догнать СБЕР. Ведь мало кто считает, понимает негативную суть относительно недавно проведенных доп.эмиссий ВТБ и правильно оценивает ВТБшные риски. А ведь это желательно понимать и правильно учитывать. В общем, потенциал роста у акций ВТБ выше, чем у СБЕРа сейчас, но и рисков гораздо больше. У меня мало акций ВТБ на 30 с небольшим тысяч рублей на этом брокерском счете, это ИИС, и на 22 тысячи рублей примерно на счете оранжевого инвестирования, которое я показывал чуть раньше сегодня. То есть я покупаю ВТБ изредка, спокойно и без жадности. Понимая и правильно учитывая риски этой бумаги. Вот, теперь давайте расскажу про покупки. Всего покупок на прошедшую неделю было 9, это больше, чем обычно. Я продолжил набирать в портфель облигации, начал это делать совсем недавно. Итого, 3 покупки из 9 это иностранные акции, и 6 это российские акции, облигации и фонды. Среди иностранных была китайская компания, купленная за гонконгские долги. А подробнее я расскажу сначала про покупку облигаций, а потом про акцию. Итак, облигации. Я начал покупать облигации в портфель примерно 2 недели назад. Сейчас точно не самое плохое время для покупки облигаций. Это связано с высокой ключевой ставкой ЦБРФ. Предположительно, она, а вместе с ней и доходность по облигациям, находится недалеко от локального максимума. Причем эту доходность можно зафиксировать на длительный период времени, в отличие, например, от того же банковского депозита. Я купил облигационный фонд Тикер на экране и покупаю конкретные отдельные ОФЗ. Именно они позволяют зафиксировать хорошую доходность в долгосроке. Поэтому покупаю длинные ОФЗ. Покупаю их не только насчет оранжевого инвестирования, но и насчет ИИСа. Вот это вот ИИС, я уже сегодня его показывал. У меня уже по моему инвестированию сравнительно давно пришло время увеличивать долю облигаций в портфель. А сделать это достаточно выгодно в выгодное время, тем более, есть смысл. Акции уже выросли заметно, риски по ним остаются высокими, а по облигациям риски гораздо меньше, тем более по ОФЗ. К тому же подросла текущая доходность. Кстати, не стоит после моих слов бежать покупать облигации, в частности ОФЗ, пачками. Сначала поймите, почему я начал покупать облигации. Затем проанализируйте свою ситуацию, сделайте правильные выводы. Возможно, они вам и не нужны. Или нужны не длинные, а, например, короткие или преимущественно средние. Сначала определите цели, потом принимайте решение. Если будет время, то сделаю отдельное видео о том, как выбирать ОФЗ. Там все-таки есть кое-какие нюансы. Так, теперь пара слов про покупку АФК-системы. Система – это многопрофильный холдинг. Бизнесов разных внутри много. Проблем, соответственно, тоже, но и диверсификация тоже имеется. Одна из коммерческих целей компании – получать прибыль за счет вывода некоторых своих бизнесов на IPO. Делать эти компании публичными. Потом продавать их частично или полностью. Ну, вы наверняка знаете, что у системы имеются большие пакеты акций МТС, Озона и не только. МТС регулярно дает немаленькие дивиденды и нам с вами, и системе. Ну, а в будущем на IPO первичное размещение пойдут другие компании из холдинга. Ну, такие как Винофарм, Степь там и так далее. Как вы понимаете, есть еще кандидаты. Каждое удачное размещение – это драйвер для роста акций всей материнской компании. Я периодически покупаю систему, менеджмент действительно в основном выбирает хорошие перспективные бизнесы, развивает их и усиливает. Но риски у компании тоже есть. Они очень различные, как и внутренние бизнесы холдинга, но есть один общий и важный риск – это долговая нагрузка. Поэтому много системы я набирать не планирую. Вот, в общем, осторожные покупки у меня продолжаются, тут ничего удивительного. Покупаю не тупо и хаотично, система покупок вполне прослеживается в инвест-клубе, все объясняю там. Учитываю риски, заранее создаю условия для нивелирования возможных непредсказуемых неприятностей с эмитентами, эффективно растягиваю покупки во времени, балансируя объемами. Никакой суеты движухи элементов шоу, удачными покупками не хвалюсь, как многие псевдогуру инвесторы, просто грамотно, спокойно инвестирую, так как это должно быть на самом деле. Ну а на сегодня это все, успех финансовой независимости, да пребудет с вами все сложного процента.